всем привет меня зовут Евгений Пященков я рад приветствовать вас на своем канале недавно я выложил видео как открыть барбершоп на 300 тысяч рублей и сегодня я хочу вам рассказать сколько я зарабатываю на мужских стрижках как привлечь клиентов и вообще стоит ли открывать барбершоп в двадцать первом году и что для этого нужно если вам интересно садитесь поудобнее готовьте чаёчек кофеёчек и погнали ну что давайте начнем поясню по поводу видео барбершоп за 300 тысяч рублей 300 тысяч рублей вам нужно для того чтобы стартануть просто чтобы это было это минимальная планка входа в этот бизнес вот это поворот если вы хотите открывать парикмахерскую у вас есть 300 тысяч рублей то вы должны понимать что каждую копеечку которую вы зарабатываете с этой парикмахерской вы должны реинвестировать вложить в нее чтобы улучшить это все до 300 тысяч рублей достаточно чтобы стартануть если у вас есть больше деньги это будет очень круто но не тратьте миллионы потому что вы не будете зарабатывать столько денег сколько говорят те самые франшизы франшиза это просто блин это для дуракова для таких вот 300 тысяч вполне достаточно чтобы стартануть давайте расскажу что вам еще потребуется сверху вот этих 300 тысяч которые были озвучены ранее какие деньги и что вам надо докупить чтобы нормально адекватно работать конечно же нужен компьютер без компьютера вы как бы ну не сможете работать можно работать с телефона но это все равно не то чтобы ввести базу клиентов вам нужна crm-система и чтобы была онлайн запись вам также нужна crm-система очень много предложений но как правило все используют одну и ту же это white lines и этот crm она очень хорошо работает все супер white lines это не реклама но она очень хорошо работает она тоже стоит меняемых денег вполне свои деньги отрабатывает помимо этого вам естественно нужно так 21 год это санитайзеры всякие антибактериальные штуки чтобы дезинфицировать инструменты всякие лампы это тоже стоит денег вот так же помимо всех вот этих штучек вам надо помимо стрижек вам надо заниматься до продажами до продажи это как правило косметика мужская косметика я призываю вас и советую многие говорят я закупил косметики на 300 тысяч я закупил косметики на там 200 тысяч все это бред не надо покупать сколько много многие вы находите поставщиков многие поставщики работают на реализацию постарайтесь сказать что вот мы новый барбершоп допустим и новая парикмахерская салон красоты неважно многие работают под реализацию то есть вы закупала вы у них берете товар оплачиваете после того как вы этот товар продали почему я не советую закупать большие партии потому что вы еще только входите в бизнесе вы не знаете продастся ли этот товар или нет когда мы только начинали мы закупили очень много косметики для бороды но она продавалась настолько долго что это прям пипец в некоторых барбершопах про косметика для бороды продается очень быстро у нас она продавалась капец как долго но на разные позиции заходят по-разному каждом месте это смотря какой контингент к вам начинает ходить кому-то дорого одна косметика кому-то дорого другая косметика мута дешево кому-то дешево вот так что не надо закупать очень много косметики потому что ну вы можете ее не продать а так по чуть-чуть вы начинаете там от мелкой какой-то так начинаете закупать допустим итальянской косметики там американской косметики российской косметики и так по чуть-чуть по чуть-чуть и потом вы формируете базу, что вообще продается у вас в парикмахерской. Мы конкретно торгуем только российской косметикой. Мы поддерживаем отечественного производителя и чтобы у ребят таких же, как мы, молодых предпринимателей, было все хорошо. А пусть монстрами рынков торгует кто-то другой. Также хочу рассказать, как привлечь клиента. Чтобы привлечь клиента, вам обязательно надо разместиться на всех известных сервисах картах. На всех картах, Google, Яндекс и прочее на всех картах. Поставить там точку, потому что клиент, как правило, ищет по геолокации. Совет. Никогда не покупайте рекламу в этих картах. Она не работает. Если человек находится на одной точке города, ему высвечивается реклама в другой точке города, он никогда не поедет за стрижкой, какой бы она там крутой или дешевый не была, подстрижься в другой конец города. Он будет искать в своем круге. Вот. Не надо тратить деньги, потому что это очень дорого стоит. Они говорят, что это все мега супер круто работает, но я в это не верю. Если вы, допустим, сейчас смотрит кто-то владелец бизнесов, если вы пробовали это, можете написать, пожалуйста, комментарий внизу, что блин, Джека, ты не прав, действительно работает, блин, я попробую. У меня это, как бы, я и не пробовал, потому что я считаю это полный бред. Также есть известный сервис ГИС, который просто задалбливает своими звонками, типа, давайте мы придем на встречу, и за 50-30 тысяч впаяем вам в корону, которая, типа, и после этого народ пойдет. Мои коллеги по цеху пробовали, сказали, что просто тупо выкинутые деньги. Я даже пробовать не стал, потому что тоже считаю, что это бред. Самая лучшая реклама это сарафанное радио. Если у вас крутые мастера, которые круто стригут, либо вы сам являетесь крутым мастером и работаете сами на себя, как я. Вот, я все-таки крутой мастер. Вот, то я считаю, что надо работать, то, если вы крутой мастер, то сарафанное радио лучше реклама. Вам пойдут клиенты. Ну что ж, давайте, наверное, о цифрах. Сколько же зарабатывается денег, если вложить 300 тысяч рублей в парикмахерскую? На самом деле, если смотреть серьезно, то прибыль фигурируется от 20 тысяч рублей до где-то 100 тысяч рублей. Но я могу сказать одно. Сейчас такая нелегкая ситуация в нашем бизнесе в связи с коронавирусом. Сейчас прибыль намного меньше. Намного меньше. Давайте расскажу вам по прошлому году. Выручка за прошлый год составила в районе 2 миллионов рублей. Но это выручка. Зарплату у нас получают мастера 50 на 50. Аренда. Сами знаете, какая. И вот можете посчитать, сколько мы заработали. Средняя прибыль где-то от 20 тысяч рублей до, наверное, 60. Больше. В Новый год, да, больше. Но учитывайте то, что до 31 числа вам надо заплатить налоги. И вся вот эта прибыль, сверхприбыль с декабря вы просто платите за нее налоги. О прибылях, которые говорят 300 тысяч, там типа 400 тысяч, я в такое не верю. Вот вообще не верю. Если, опять же, меня смотрят владельцы бизнесов, напишите, сколько вы получаете прибыли. Вот. Если, конечно, все зависит от цены стрижки. У нас цена стрижки 1100 рублей. 50% получает мастер, который выполняет эту стрижку. И в среднем у нас идет от 4 до 10 человек в день. Ну, как бы, можете прокалькулировать все, что я сказал, сколько зарабатывается. Что-то забыл про самое главное. Так стоит ли открывать вообще барбершов в 2021 году? Ситуация, на самом деле, очень сложная в плане барбершопов, так как очень большая конкуренция. Весь центр, уже спальники все заполнены. И что я вообще могу сказать? И призываю к этому. Если вы открываете барбершоп, не открывайте его прям жопа к жопе к другому. Дайте хоть подышать людям. Чуть-чуть. Не надо открывать в одном районе 3, 4, 5, 6 барбершопов. Если вы видите, что там открытый барбершоп, не надо еще раз туда ссуваться, потому что вы как бы конкурируете, вот, ну, очень большая конкуренция. И если вы хотите открыть барбершоп, найдите то место, где нет вообще барбершопов еще. Потому что, чтобы не создавать прям очень дикую конкуренцию, давайте мы как бы зарабатывать хоть, хоть побольше, но будет кто-то, все будут зарабатывать, а не по чуть-чуть всем. Я думаю, что в 21 году волна барбершопов уже прошла, потому что уже все попробовали, все уже, кто начал ходить, все осели в всех или иных барбершопах, все уже привязались к тем или иным мастерам, и не ждите здесь сверхприбыли какой-то большой, вот, потому что услуга, она очень не такая востребованная, но в тот же момент очень много людей до сих пор ходят в те самые подвальные помещения, в те самые подвальные парикмахерские и стригутся за три сотки. У меня до сих пор есть клиенты, которые приходят и говорят, я вообще не понимаю, в чем прикол стричься за косарь, вот я там стригся у Махмуда какого-то там у узбечки называется за три сотки и вообще шикардосы, блин, братан, типа стригут на ура. Ну, хз, на самом деле, не знаю, не могу по этому поводу сказать, да, конечно, очень большая конкуренция, как раз очень большая конкуренция в том, что открываются парикмахерские, вешаются барберпул, там, блин, стригут узбеки, и вот вся вот эта суть как бы индустрии, она теряется вот в этих долбаных, блин, узкоглазых и узбеках, вот в этих, они, я не спорю, что они, да, они, может быть, хорошо стригут, но вот эта вот фишка в том, что ты приходишь, типа, якобы, вот пришел там Вася Пупкин, который приехал с колхоза с какого-нибудь, говорит, блин, пойду-ка я в барбершоп, открывает карту, видит, написано там барбершоп какой-нибудь, не знаю, Бакенбар, ну, там, к примеру, да, там, или там, какой-нибудь, как всегда, с каким-нибудь названием, приходит, а там улей, там просто называется куча этих узбеков, которые халаманафаннату-ду-ду-ду, играет музон какой-нибудь узбекский, и они там на своем что-то лепечут, и чувак такой сел, его подстригли, выбрали пробор какой-нибудь с палец, выбрали, забрали затылки, и он сидит такой, типа, о, я в барбершопе, и понимает, что, либо понимает, либо не понимает, что это полное днище, а таких труб барбершопов очень мало, все, как бы, склонны к коммерции, вот, так что, открывать или не открывать, дело ваше, но если открывать, набирайте только русских ребят, которые будут следить за порядком, за стилем, и не рушить ту самую культуру, которую создавали все многие годы, ну что, всем спасибо за просмотр, и подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на мой ютуб канал, все, всех обнял, все, всем пока, целую, субтитры, субтитры,